Всем привет! Сегодня мы поговорим о пастели, которую вы бы уже давно у меня увидели, если были бы подписаны на мой инстаграм. Подписывайтесь обязательно, там планируется много интересного, как только вас станет побольше. Ссылки на все соцсети и на мой сайт, как всегда, в описании. Сегодня мы в очередной раз поговорим о материале, который при всем желании нельзя назвать дешевым. Я продолжаю утверждать, что обзоры на дорогие материалы самые полезные, потому что помогут сэкономить вам тысячи и тысячи рублей. Если вам нравится мое видео, вы хотите меня как-то отблагодарить, то, пожалуйста, оставляйте комментарии, делитесь видео со своими друзьями, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Я напоминаю об этом каждый раз не потому, что мне это так нравится, а потому что я знаю, что многие люди просто забывают это делать, а для меня и моей мотивации ваша активность это очень важно. Итак, мы говорим про мягкую пастель от Unison. Об этом вы уже и сами догадались, ведь я уже минуту кручу ее в кадре. Поскольку о Unison я еще не рассказывала, дам небольшую справку об этой фирме. Это любопытно, поверьте. Художник Джон Херси создал Unison Color в 1980-х годах, то есть совсем недавно. Вы помните, когда я рассказывала о других фирмах, им обычно по 100, а то и по 200 лет. Сейчас Unison это семейный бизнес, в котором также работают местные жители, то есть это такое маленькое производство в живописной деревеньке. Причем все делается только вручную. Чувствуете, как все душевно, как атмосферно? Зная только эти факты, уже кажется, что это должно стоить, как крыло самолета. В отличие от многих других фирм, производящих сопутствующие товары, Unison продают только пастель и только одного вида. Вы можете посмотреть видео с места, где производят эту пастель, у них на сайте. Там все выглядит очень милым и очень, как бы это сказать, маленьким. Таким маленьким, что в голове очень сложно сопоставить это с огромными объемами продаж этой пастели. Она продается по всему миру, в ней нет недостатка даже в России. Складывается впечатление, что они показывают, мягко говоря, не все производство. Но я, конечно, не являюсь специалистом по различным производствам, поэтому ничего не буду утверждать конкретно. И как вы дальше увидите, это не все, что от нас, возможно, скрывает Unison. Я обратила внимание, что на видео работники работают без перчаток, возможно, это только для видео, а может и нет. Но насчет себя хочу сказать, что с меня хватит. Теперь я работаю пастелью только в перчатках, потому что это просто невозможно. Подушечки пальцев настолько обезвоживаются, что после длительного рисования с них слезает кожа. Представить себе, чтобы я каждый день работала с пастелью без перчаток, я просто не могу. Не знаю, как у других художников, возможно, вы напишите об этом в комментариях, о том, как вы с этим справляетесь. Но вот у меня такие проблемы. Вообще пастель Unison стала предметом мечтаний для многих начинающих пастелистов. Она очень инстаграмная. Я имею в виду, что она отлично смотрится на фото в инстаграм. Стильная черная коробка с фотографией яркой пастели. А сами палочки выглядят очень круто. И вообще у Unison все в порядке с подачей и со стилем. У них очень красивый современный сайт. Там подробнее можно ознакомиться с историей компании и с продукцией. Красивые фотографии, все на черном фоне, что повторяет упаковку этой пастели. Упомяну, что производитель утверждает, что эта пастель подходит для вегетарианцев. А людей, которые заботятся об экологичности бренда, я предупреждаю, что Unison принципиально использует тяжелые металлы, такие как кобальт и кадми, потому что эти пигменты, по их мнению, настолько хороши, что незаменимы. Если вы хотите знать больше об экологии для художников, ссылка на мое подробное видео об этом будет в описании. Это пастель ручной работы и она экстра мягкая. Я уже рассказывала, что экстра мягкую пастель удобнее делать именно ручным способом, потому что такие мелки очень хрупкие, в них мало связующего и много пигмента, что кстати делает их более дорогими в производстве. Твердая пастель, более дешевая, потому что в ней соответственно больше связующего. А знать вы это могли из моего ролика от другой очень похожей пастели ручной работы от фирмы Mungo. Ссылка будет в описании. Ну а Mungo мы тоже сегодня, конечно же, вспомним. Упаковка. Как я уже говорила, у них действительно красивая темная упаковка из плотного картона, а внутри поролон для надежного закрепления и амортизации мелков. У меня упаковка немного поменьше стандартной, потому что я заказала набор половинок. Как и упаковка пастели ручной работы от Mungo, эта коробка имеет одну особенность, и это важно. Вы не должны выкидывать картонную манжетку, которая одевается на коробку, потому что без нее крышка просто будет отваливаться. Если мы говорим о пастели, то крышка на коробке должна держаться очень хорошо, потому что уронить пастель, как известно, можно только один раз. Раз и навсегда. Давайте сравним две коробки. Ну вот посмотрите, это прям братья-близнецы. Я и в качестве упаковки не вижу тоже никакой разницы. Цена. Моя коробочка обошлась мне в 1900 рублей. Я купила ее на иностранном сайте, и поэтому получилось так недорого. У нас такой набор стоит 2700. Если хотите, чтобы я подробнее рассказала про заказы онлайн, пожалуйста, напишите мне об этом в комментариях, возможно, я сниму подобный ролик. Кроме того, я взяла именно половинки, поскольку мне нужна была всего лишь проба, а для пробы половинок более чем достаточно. Я всем советую для начала брать именно половинки, потому что будет не так обидно, если вам не понравится пастель. Сам мелок. Я покажу вам свою половинку. У Unison есть вот такие половинки, целые мелки и большие мелки. Я покажу вам, как они выглядят в сравнении. Эта картинка взята с их сайта. И, конечно, мелок от Mungo для сравнения. Вот посмотрите. Поскольку палочки ручной работы, они отличаются друг от друга по форме и иногда даже по размеру. Вам может попасться пузатый или худой мелочек. Вот тут уже ничего не поделаешь. Это как лотерея. Но они все равно толще, чем палочки других марок пастелей. Ребром работать легко, поверхность обширная и без всяких пленочек, как вы это могли видеть у Рембрандтов. Выкраска. Сейчас я покажу вам все цвета, которые есть у меня в наборе и укажу их номера. У меня 16 портретных цветов. Вот сейчас мне нужно все ваше внимание. У Unison свой особенный подход к названию цветов. Нет названий для каждого цвета. Есть названия для группы цветов. И таких групп у Unison 18. Например, есть группа, которая называется красный. И в этой группе 18 цветов. Они называются красный 1, красный 2, красный 3 и так далее. Вы можете купить каждую группу отдельным набором. А вот сейчас начинается самое интересное. Как бы я не вертела коробку, я не могла найти информацию о пигментах и уровне светостойкости. Тогда я подумала, возможно, эта информация написана на рубашечках палочек, а у меня половинки, естественно, они без рубашечек. И поэтому я не могу знать номера пигментов. Я пошла на их официальный сайт, но в Color Chart эта информация отсутствует. Я еще какое-то время покопалась на сайте, но все тщетно. Тогда я подумала, что, возможно, на сайте, где я покупала эту пастель, в том магазине, есть данная информация. Нет. По другим пастелям есть, а вот по этой нет. Это вообще как? Вы помните, когда я снимала аналогичный обзор на Munger, к минусам я отнесла как раз отсутствие подробной информации. Я сказала, пастель очень крутая, и я не догадалась бы, что она относится к бюджетным, если бы только присутствовала подробная информация. То есть для меня информация является показателем уровня продукта. А тут вдруг у нас открывается, что пастель Unison, которую многие художники называют лучшей в истории, страдает от того же недостатка. Мне кажется, что у профессионального материала должно быть достаточной информации. Я просто в это поверить не могу и до сих пор думаю, что я ошиблась и просто не увидела, что где-то есть эта информация. Просто вот я ее пропустила. Если вы знаете, где можно ее увидеть, обязательно напишите мне об этом в комментариях. И еще кое-что очень важное. Почему еще отсутствие указанных пигментов может быть интересным? А потому что производитель утверждает, что Unison не используют в своей палитре разбелы, а также не добавляют черный пигмент для получения разнообразия цветов. Все цвета уникальные и поэтому яркие. Напомню, другие производители используют иную схему. У них есть какое-то количество основных ярких цветов и есть дополнительные цвета, которые получаются путем примешивания к основным цветам белого или черного пигмента в разных пропорциях. Таким образом достигается богатство палитры. А вот Unison удалось каким-то неведомым образом получить богатейшую палитру в 436 цветов, используя только чистые природные основные пигменты без добавления дополнительных белых или черных цветов. Таким образом, скрытие информации можно объяснить тем, что Unison не хотят, чтобы конкуренты узнали, какие именно пигменты они используют. Но есть и второй вариант. Тут вспоминается анекдот про Петьку и Василий Иванович, когда Петька уехал в Англию и вернулся миллионером. И Василий Иванович спрашивает у него, как это вообще получилось. И Петька отвечает, пригласили меня в клуб джентльменов, показали мне все, а потом сели в карты на деньги играть. Сели играть и говорят мне, мол, они карты не проверяют, верят джентльменам на слово. И после этих слов у меня карта как поперла, как поперла. Ну то есть к чему это я? Мы как джентльмены должны верить Unison на слово, что вот у них все пигменты только основные. Ну это просто так, ассоциации, не более того. С пигментами все понятно. Но вот почему нет информации по светостойкости и даже по прозрачности? Мне удалось ее найти только у магазина, где я покупала эту пастель. И то не на все цвета есть эта информация. Вот тут-то что скрывать от конкурентов? Вся информация, которую я нашла о светостойкости, это слова производителя. Традиционные пигменты выдержали испытания временем и показали очень мало признаков высветания или ухудшения. Вот это все, чем мы должны довольствоваться как бы. Если говорить о составе моего набора, цвета действительно портретные. Поэтому сегодня я буду рисовать портрет только одним этим набором. Посмотрим, смогу ли я обойтись только им. Вообще в идеале это должно получиться. Кстати о наборах. Эта пастель продается в разнообразных наборах. Во-первых, я уже сказала о наборах, которые посвящены отдельным группам цветов. Среди них, кстати, есть вот такие аппетитные, как этот набор светлых пастельных цветов. Мне кажется, что они очень похожи на зефирки. Или вот такой набор с темными цветами. А хороший темный цвет в палитре никогда не лишний. Для акцентов нам не столько нужны черные цвета, которые являются ахроматическими и иногда просто убивают живопись, как темные оттенки разных-разных цветов. А во-вторых, у Unison есть тематические наборы. Например, ботаника, портрет, пейзаж и даже наборы, посвященные палитрам успешных художников-пастелистов. Что касается мягкости. Сначала комментарии от производителя. Мы используем очень много разных пигментов при изготовлении наших пастелей. Это приводит к изменению текстуры от почти самого мелкого песка итальянских земель до гладкой мягкости ультрамариновых пигментов. И это истинный показатель чистого содержания наших пастелей. То есть тут говорится о том, что состав пастели максимально натуральный, а натуральные компоненты, естественно, будут разнообразны по своим свойствам. Но если говорить о моих личных ощущениях, то я совершенно точно ожидала чего-то другого. Я люблю мягкую пастель и я была уверена, что эта пастель будет экстра мягкой, но она совершенно определенно тверже шминки. Хотя она мягкая, это правда, но я ожидала прям бархата. Возможно, мне как раз попались такие цвета, которые немного тверже. Это не минус пастели, естественно. Я просто обращаю ваше внимание, что есть пастель более мягкая, если вам это важно. Звук от мелка на этот раз не дает нам каких-либо четких представлений о мягкости, потому что и то, и то мягкая пастель. И тут разница настолько тонкая, что она чувствуется только рукой. Но по традиции послушаем мягкость. Я, кстати, купила специально для этого микрофон. Поздравьте меня! Кстати, их можно использовать с кистью и водой, чтобы рисовать более мелкие детали. Сама я вряд ли буду пользоваться этим лайфхаком, потому что я не особенно люблю усложнять технику рисунка и неохотно ввожу какие-то дополнительные инструменты и материалы в работу. Но мне кажется, что, возможно, это кому-то будет полезно, потому что, например, сейчас я поставила себе задачу нарисовать портрет от начала до конца, используя только эту пастель. А значит, я не могу использовать пастельные карандаши для уточнения деталей. И вот в такой ситуации можно было бы использовать воду и тонкую кисть для мелких деталей. Но я использую более привычные для меня тонкие силиконовые растирки. Они тоже очень неплохо справляются с уточнениями. Давайте я еще пару слов скажу о пастели ручной работы от Мюнгё. Какие же я сделала окончательные выводы после того, как уже опробовала две эти внешне так похожие между собой марки. По пунктам. Первое. Коробки одинакового качества. Второе. Общий недостаток и одной, и другой пастели – это отсутствие информации о светостойкости и пигментах. Третье. Пастель Мюнгё мне показалась несколько мягче, чем Юнисон. Как это ни странно. И мне она понравилась в использовании больше, чем Юнисон. Четвертое. К минусу Мюнгё могу добавить то, что я не знаю, где найти их пастель поштучно. А это очень важно. Не буду же я каждый раз покупать ее наборами. Тем более, что вариации наборов совсем мало. А мне нужны вполне конкретные цвета. Юнисон же доступны как в наборах, так и поштучно. Причем их можно приобрести и в России, не только за рубежом. Пятое. При всем этом Мюнгё значительно дешевле Юнисон. С одной оговоркой. Обратите внимание, что по какой-то причине на Мюнгё в наших магазинах русских идет существенная наценка. Поэтому у нас их покупать категорически невыгодно. Другими словами, если брать пастель не в России, то я бы сделала свой выбор в пользу Мюнгё. Вот такой вот неожиданный для меня самой вывод. И мне теперь кажется, что обзор на Мюнгё получился в прошлый раз каким-то слишком критическим. Ощущение от работы. Так как в моей работе у меня было ограниченное количество цветов для использования, мне приходилось их активно смешивать, чтобы добиваться нужных оттенков. В данном случае для рыжих волос девушки пришлось смешивать алый и теплый желтый. Ну и так далее. Они отлично смешиваются. Плюс я работала в несколько слоев, периодически размазывая пастель пальцами. Я ничем не закрепляла слои. И несмотря на мягкость пастели, она очень неплохо наслаивается. Но на всякий случай замечу, что я использовала специальную пастельную бумагу, которая отлично держит пигмент. Ничего особенного. Это просто бумага от Кэнсон, которую вы все знаете, наверное, если интересуетесь. Она есть даже в Леонардо. Вполне доступная вещь, в том числе и по цене. Хватило ли мне цветов из этого набора. Вы можете видеть, что нарисовать портрет только цветами из этого набора вполне возможно. Но, возможно, это не значит удобно. В принципе, возможно и двумя цветами нарисовать цветной портрет. Но мне постоянно не хватало некоторых цветов. И для моей портретной палитры цветов из этого набора очень-очень мало. Если вы планируете ограничиться только этим набором для рисования портретов, я вас, наверное, разочарую. Вам обязательно понадобится докупать какие-то цвета. И еще, возможно, камера не очень хорошо передает размер. Уточню, эти мелки очень-очень маленькие. Вот как в самом начале я сказала, что они только на пробу, так оно и есть. Это именно пробники, которые закончатся очень быстро. Если у вас сложилось впечатление, что за небольшие деньги вы можете купить рабочий набор с множеством цветов, это не так. По итогу решайте сами, готовы ли вы тратить минимум 1900 рублей, чтобы просто попробовать эту пастель. Если да, это хороший вариант. Кстати, как видите, есть возможность, не имея карандашей для деталей, делать довольно точные портреты. Так что, если вы начинающий пастелист и для вас очень остро стоит задача экономии, вы можете сэкономить именно на карандашах. Могу ли я сказать, что эта пастель обязательно для пробы всем-всем пастелистам? Думаю, нет. То есть я бы не подошла к человеку и не стала бы говорить, господи, это что-то волшебное, ты должен это попробовать. Я бы, наверное, так сказала про шминки. Вот там есть какие-то специфические ощущения от работы, которые стоит попробовать, хотя бы протестировав эту пастель в магазине. Юнисон хорошая пастель, ей удобно работать, она мягкая и при этом дает четкую линию. Но у меня реально были какие-то супер высокие ожидания, подогретые теми восторженными отзывами, которые я смотрела или читала в интернете. Ну так их все нахваливали. Эта пастель не стала моей любимой. Возможно, я куплю еще несколько мелочков каких-то нужных мне уникальных цветов. Но на этом, пожалуй, все. Решать, брать их или нет, как всегда, только вам. Спасибо, что досмотрели это видео до конца и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok